Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую в особенности сердечно свою мужскую аудиторию, которая очень и очень мало, но тем не менее имеется на моем канале. Это видео, это подборка мужского стритстайла, и хочу сразу сказать, что это видео не такое, как женская подборка стритстайла, потому что я все-таки понимаю, что менталитет российских городов, а также, мне кажется, как мне кажется, российских мужчин, он пока не готов к тому, что предлагает итальянская мода, к тому, что, в общем-то, и носят сами итальянцы охотно и часто. Поэтому это, как я и люблю говорить, спокойная подборка, спокойный стритстайл, очень и очень внедряемый в любой гардероб любого мужчины. И хочу сразу сказать, что если бы меня попросили охарактеризовать стиль итальянца, современного итальянца, внимания любого возраста, здесь тоже очень важно понимать, что итальянская мужская мода, она не имеет возраста так же, как и женская. То есть то, что мы увидим на молодых-молодых парнях, мы тоже самое можем встретить и на сеньорах постарше. И хочу сразу сказать, что да, итальянский стиль характеризует это потрясающее умение смешивать классику, причем очень тяжелую классику, такие-нибудь двухбортные пальто, двухбортные пиджаки, возможно, двухбортный пиджак, как в начале видео мы видели, плюс платок, плюс шейный платок, плюс платочек в кармане. Все это смешивается умело и очень хорошо с современными вещами, с кепками, с кроссовками, с какими-то спортивными брюками. Но в целом могу сказать, что итальянцы все-таки очень-очень тяготеют вот к такой классике. И вот буквально я недавно слушала радио, где как раз-таки и была озвучена эта тенденция итальянских мужчин на 2020 год. Их любовь была озвучена вот именно к классическим вещам, классическим пальто и классическим пиджакам прежде всего. Итальянцы очень любят жилетку, итальянцы очень любят классическую обувь. Ну и, в общем-то, снова повторяюсь, классика, классика, еще раз классика, которая потрясающе миксуется. Это тот же самый сеньор, который имел ботинки с красными шнурками, которая потрясающе миксуется. Вот, как, например, в данном случае пальто классическое, плюс спортивные брюки. Вот такие образы мне очень нравятся. Я прекрасно понимаю, что мужчины, возможно, не все готовы к таким компоновкам, к таким ансамблям. Могу сразу сказать, что этого человека я очень неплохо знаю. И у него семья, у него, если я не ошибаюсь, четверо детей, либо четверо внуков. Сейчас я уже даже точно не вспомню. Итальянцы, конечно же, носят и более спортивные вещи. Мы сейчас рассматриваем холодный период года. И это прежде всего различные пуховики. Но даже если итальянцы носят пуховики, они миксуют все это очень умело. Именно с классическими вещами. Это, допустим, классические брюки плюс классическая обувь. И вначале меня это очень удивляло. Мне казалось, ну как можно надеть поверх классического костюма, возможно, классического костюма с жилеткой, пуховик. Но теперь я считаю, что это очень красиво. Это очень стильно. И так бы я рекомендовала всем одеваться. И к тому же это очень удобно. И так же, как я говорю в своих видео о женском стритстайле, сегодняшняя мода очень лояльна. И да, моя подборка, я хочу тоже обратить на это внимание. Я сделала выборку не потому, что мне вот так нравится, а потому что большинство вот так носит. И могу сказать, что молодые парни, даже если они одеваются очень-очень спортивно, где-нибудь к 20-25 годам, они тоже тяготеют к классике. Но вот в таком итальянском понимании. То есть что-то классическое, прямо-таки махрово классическое. Это, возможно, даже шляпа. На парнях я, молодых, очень часто вижу шляпы. Кстати, шляпы являются, конечно же, отличительной чертой итальянской мужской моды. Носят итальянцы охотно шляпы, носят их с пуховиками, носят их со спортивными брюками. На самом деле, все это нужно видеть. И я надеюсь, что я буду выпускать больше подобных видео. Потому что, ну, когда ты описываешь это словами, это одно, а когда ты показываешь, это другое. Итак, я начала говорить о том, что да, итальянцы молодые любят пуховики. И не только молодые, но в целом они все-таки переходят к более старшим осознанному возрасту, который случается к 25 годам. Они все-таки переходят на, опять же, классические, классические компоновки и ансамбли. А если и носят пуховики, как я уже сказала, то это всегда спортивная обувь. Но что-то, что-то обязательно классическое. Как, например, в данном случае, не очень хорошо видно, но это были классические, классические брюки. Вот потом я парня остановила, был очень любезен, согласился мне попозировать. Ну что ж, дорогие зрители, пожалуй, я на этом умолкаю. Я все объяснила, осталось вам только посмотреть. И обратите внимание, я буду также снимать, перед какими витринами останавливаются итальянские модники. Они останавливаются всегда вот перед такими достаточно классическими витринами. Оставляю вас наслаждаться. Надеюсь, вам понравится этот видеоряд. И обязательно запишу подобное видео уже, когда будет у меня больше материала. Прежде всего, для более теплого сезона это, скажем так, прохладная-прохладная весна. Жду вас на своем канале. Это была Яна Скворцова. Всем со всеми прощаю. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие зрители, я с вами попрощалась. Обратите внимание, что все это очень и очень носибельно. Все это будет очень и очень хорошо сочетаться и смотреться. При единственном условии, вся эта многослойность должна быть тонкой. И, скажем так, вот это многое количество слоев, оно компенсирует толстый свитер, допустим, либо толстый свитер плюс пальто. Но если мы выбираем вот такую многослойность, мы должны придерживаться, да, правила тонкого-тонкого слоя. Допустим, это слой рубашки, то есть не толще. И правила сочетания все-таки не более трех цветов. Даже если мы берем принтованную одежду, либо какая-то только одна одежда у нас имеет принт. Соответственно, мы должны быть очень-очень внимательны с тем, чтобы в общем количестве цветов, которые замешаны в нашем ансамбле, не превышало все-таки трех, ну, максимум четырех. Иначе получится очень пестро, иначе получится очень разбито. Потому что вот такая даже тонкая многослойность, тем более многофактурная многослойность, это очень сложные образы. Но их можно повторить достаточно легко. Иначе получится. Субтитры создал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok